Семья Золотых в фестивале принимает участие впервые. Признаются, лепят пельмени редко. Обычно их покупают. Тем интереснее сегодня. Специально для конкурса написали частушки, сшили передники и косынки. Семейное творчество оценивает жюри. Впрочем, дело вовсе не в оценке экспертов. Главное – это возможность провести время вместе за увлекательным занятием. Сюда пришли, чтобы детям показать, пообщаться с людьми, как это все происходит. В общем-то, это для нас конкурс новинку. Решили попробовать. И не обижаемся, наоборот, интересно. Сама эта традиция. Новое рассказали, чего мы не знали. Сибирский пельмень проводится в Шушенском с 2009 года. Последние несколько лет местом проведения фестиваля стал музей-заповедник. Здесь, в атмосфере деревенской старины, молодые семьи вспоминают о народных кулинарных традициях. Она всем очень нравится. На блюдечке красавица. С одной рукой, милашка, голубенькая. Фташка. Ну, какая фташка? Фташка. Фташка. Оно, которое объединяло всю семью. И это любимое блюдо. Его на запас много готовили. Оно как консервы было. Заготавливали в больших количествах. И тратили это практически, может быть, день, даже два дня. Конкурс проходит в четыре этапа. Это частушки и смотр фартуков. Отдельно состязались мужчины, которым нужно было проявить навыки скоростной сборки мясорубки. Приготовили участники и этнозакуски. Это различные соусы, рецепты которых передаются из поколения в поколение. И, конечно же, молодые семьи познакомились с традициями лепки особенных сибирских пельменей. С тремя видами мяса, тонким слоем теста и потрясающим вкусом. Для нас это важно сохранить именно традиции семейные, чтобы собирались все семьи, чтобы отдыхали вместе, занимались каким-то полезным делом, чтобы передавали по наследству традиции семейного отдыха, семейного труда. И так далее. То есть, вот эти фестивали проводятся именно с этой целью. Кульминацией праздника стала дегустация пельменей. По традиции их ели без бульона из одной чашки, положив на кусочек черного хлеба. Некоторым попались пельмешки с клюквой, перцем или пустышки. Считается, что это к счастью, и можно загадать желание, которое обязательно сбудется. Артём Ахальников, Станислав Беркий. Новости.